МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Здравствуйте. Я Дмитрий Евсеев. Политолог, аналитик, специалист по информационным технологиям и информационным манипуляциям. Я не умнее вас, я такой же, как вы. Я просто иногда чуть больше читал и читаю. И делюсь с вами своими взглядами и своими оценками относительно того, что происходит вокруг нас, с нами и что происходит помимо нас. Я надеюсь, со мной вам будет интересно. А если неинтересно, то вы всегда можете выключить радио. Телефон рекламной службы. Радио Спутник. Плюс семь. Четыре девять пять. Девятьсот пятьдесят. Шесть ноль. Радио Спутник. Новости. В студии Илона Тунанина. Здравствуйте. Инфляция в России с 24 по 30 января ускорилась до 0,21% с 0,4 недели ранее, сообщает Минэкономразвитие. В годовом выражении на 30 января составило 11,5% против 11,49% недели ранее. Как говорится в документе, продовольственная инфляция на отчет на неделю составила 0,39%, при росте цен на плодовочную продукцию на 3,5%. В этом сегменте непродовольственных товаров цены на недели с 24 по 30 января были в целом стабильны. При этом ускорили снижение цены на электро и бытовые приборы и строительные материалы. По прогнозам на экономразвитие инфляция в текущем году составит 5,5%. Сумма выплаты при утрате жилья в связи с ЧС природного и техногенного характера рассчитывается исходя из средней рыночной стоимости одного квадрата, установленной Минстроем. В среднем по России это 88 700 рублей, сообщил вице-премьер Марат Куснулин. Если жилое помещение повреждено, то предоставляется выплата на проведение капитального ремонта. В прошлом году размер выплаты увеличили от 6 до 7 тысяч рублей за квадратный метр, добавил он. Петчанский суд Москвы арестовал бывшего вице-президента РЖД Михаила Акулова по делу о мошенничестве. Его включили под стражу до 30 марта, сообщили РИА новостью в пресс-службе суда. Акулову предъявлено обвинение о мошенничестве, сопряженном с признамеренным неиспользованием договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере. Израильская армия перехватила одну ракету, выпущенную из сектора Газа, сообщает армия обороны Израиля. Ранее сегодня сообщалось о воздушной тревоге, которая была объявлена в израильском городе Звера, прилегающему к сектору Газа районе. 12 человек пострадали в результате столкновения двух боевых машин пехоты «Пума» на военном полигоне, расположенном в земле ФРД «Саксония-Антальдс». Один солдат тяжело ранен, сообщает пресс-служба Бундесфера. Инцидент произошел утром, по данному факту проводится расследование. В стране сегодня в официальном аккаунте немецкая армия в Twitter сообщалась о том, что на этот день в центре боевой подготовки были запланированы учения танковой бригады. Она должна была отработать, среди прочего, тактические приемы с участием БМП «Пума» и основными боевыми танками ФРГ «Ляпард». Член партии коммунистов Молдавии Антон Мирон через суд добился отмены штрафа за демонстрацию георгиевской ленты во время бессмертного полка. Также суд обратил внимание на неправомерные действия полиции, сообщает пресс-служба Политсила. Отмечается, что смысл защиты был построен о том, что акция празднования Дня Победы является мирной и не может считаться пропагандой войны. Суд встал на сторону Мирона. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса. Радио «Спутник». Разберемся. Москва. 91,2. Санкт-Петербург. 91,5. ФМ. Разбор полетов. Программа Николая Валуева. Здравствуйте, дорогие друзья. Это эфир радио «Спутники». Авторская программа Николая Валуева. Разбор полетов.